приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и сегодня я продолжаю свою рубрику ароматический затест кто не знает у меня есть плейлист ароматический затест где я в основном рассказываю о парфюмах которые есть у меня в пробниках в атлевантах может быть каких-то миниатюрах я просто рассказываю свое мнение впечатление о тех или иных парфюмах сегодня я решила поговорить о пяти парфюмах один из них это всем известный си пассионы остальные для меня лично были некими новиночками практически все парфюмы меня зацепили понравились что-то больше что-то меньше но все они достойны внимания начну я с классики так сказать это аромат си пассионы от джорджи армани аромат женский принадлежит группе цветочные фруктовые выпущен 2017 году я уже говорила что у меня есть си пассионы интенс у меня есть миниатюра си пассионы экла но все-таки больше всего мне понравился именно классический си пассионы о де парфюм он меня всего лишь пробники я конечно же мечтаю мечтаю о полноразмерном флаконе тем более флаконы си мне очень нравится классический аромат си мне не зашел и вот эти фланкеры не мое а вот си пассионы супер вот чудеснейший аромат когда я посмотрела кто парфюмер парфюмеры кристина джель и джули масе но кристина джель это все-таки такое известное имя по нотам видно что здесь очень много всего но основа это фрукты и ягоды смородина груша цитрусы здесь есть также ананас роза жасмин в база это ваниль кедр то есть парфюм должен быть ягодно фруктовым цветочным ну может быть немножечко где-то деревяшистым для меня этот парфюм очень красивый элегантный девчачий хорошем смысле этого слова из тех ароматов си пассионы которые я тестила потому что намного больше фланкеров нежели три мне си пассионы классический понравился больше всего если вам нравится направление lanvan экла если вам нравятся такие цветочные яркие но в то же время свежие шлейфовые ароматы то си пассионы я думаю вам понравится он очень нежный он очень элегантный вот для меня это аромат действительно под платье под какой-то такой ну может быть не вечерний но все-таки наряд то есть это не футболка не джинсы не тем более спортивный костюм я когда получила пробник я не ожидала дня я не ожидала ничего особенного но когда нанесла то это легкость неприторная сладость но в то же время чувствуется здесь и вот эта цветочность и ягодность но все это настолько мило и симпатично и вот главное баланс кисло-сладко свежо шлейфово ярко но не чересчур вот этот вот баланс меня покорил то есть один из самых политкорректных си пассионы экла интересный но он для меня простоват то есть если сравнивать с экла экла все-таки попроще как-то не так зацепил меня то есть там не хватает то ли цветочности то ли фруктовости какой-то то ли ягодности вот он какой-то для меня разбавленный причем не лучшую сторону а вот здесь аромат просто чудесе при всей своей красоте аромат каждодневный то есть на каждый день вы можете одевать это освежающие цитрусово сладкое чудо причем сладость здесь очень корректная это не сладость сахара как я люблю говорить а вот именно либо фруктов ну может быть варенье но без сахара вот когда ягоды уже такие переспевшие и этот аромат не уносится как некую приторность к базе к базе он конечно немножечко претерпевает изменения вот эта легкость эфемерность уходит он становится может быть немножечко теплее менее свежим но тем не менее не приторными неудушливым вот мне понравился вот этот баланс меня просто покорил как я сказала уместен везде в любое время года но может быть кроме холодов на холода я например не особо люблю вот такие яркие цветочные ароматы я предпочитаю либо что-то тягучее либо сладко ванильная либо папа слипатель на сладкая может быть что-то деревяше 100 смолянистые смолистая но цветы это не моё на холод как-то не так для меня это весна вот время этого парфюма мне кажется весна начало лета чудеснейший сидит отлично стойкость хорошая шлейф очень очень хвостатый даже если вы нанесете не очень много но тем не менее вы его будете слышать поэтому для любителей женственности во флаконе вот этот аромат я могу назвать сама женственность во флаконе вот этот аромат я могу смело рекомендовать брать без за теста если вы не ожидаете чего-то там супер нишевого чего-то там не я не знаю какого-то эдакова нет вот вы хотите цветочные немножечко ягоды немножечко цитрусовый аромат такое что-то аля классический но очень при этом милый симпатичный каждодневный да си пассионы это для вас классическая версия имею ввиду здесь нет какой-то супер изюминки да здесь нет чего-то нового как я сказала но мне понравилась эта связочка смородина цитрусы цветы и как бы вычленить какую-то ноту отдельно я не могу то есть для меня это такой фруктово-цветочный ягодно цветочный аромат все но может быть еще ближе к базе какие-то деревяшки вот такая деревя 6 база немножечко проскальзывает но эта база больше такого свежего свежего спиленого дерева вот честно скажу чудеснейший аромат девчонки вот мечтаю о флаконе мечтаю флаконе очень он мне понравился дальше переходим к марке абсолютно новинка для меня это химики and краев аромат называется just если по-французски правильно прочитала у меня пробничек при заказе можно было выбрать один из пробников я решила попробовать эту марку поскольку с этой маркой я вообще не знакома я ее встречала на сайтах иногда в распиве он есть на кремчике он есть но как-то не интересовал у меня особо честно говоря историю этой марки я не изучала еще конечно буду гуглить узнавать что за марка может быть вы знаете историю этой маркой чья надо потому что если название мне перевелось французского возможно французская но название химики это мне что-то скандинавская так может финская может какой-то не знаю какой-то такой холодной страны у меня ассоциация и аромат этот женский принадлежит группе восточные цветочные выпущен 2009 году то есть аромат старичок в обзорах я практически вообще нигде не встречаю когда стала искать обзор youtube вообще обзора мало на эту марку на этот аромат вообще ничего не нашла по нотам вот по нотам смотрите здесь фиалка смолы мускус цветочные ноты до еловая смола и вот должно быть что-то цветочное свежее если фиалка есть в нотах это аромат какой-то свеже холодный такой ледяной должен быть но при ту но тут же есть амбра и еловая смола то что-то смоленистая и вот этот аромат меня ну немножко поразил не скажу что он меня влюбил в себя нет но поразил для меня на и такой ну не ближайший клон а вот первая ассоциация это juliet has a gun not a perfume но они не похожи то есть это то что у меня просто как бы в голове появилась все при первом за тесте вот какая-то такая ассоциация да то ли вот это но там брак то ли вот эти вот молекулы кита ноты амброксана я не знаю чего тут это нового химического но вот у меня juliet has a gun хотя на фрагрантике сравнение с джульетой вообще нет но потом когда я стала разнашивать аромат то вы знаете не совсем здесь есть juliet то джульет а для меня не меняется то есть она вот звучит для меня одинаково а вот этот аромат немножко меняется он звучит более то более как-то свежо вот как juliet и как-то молекулярно потом он базе может становиться таким более цветочным иногда он становится цветочно пудровым иногда больше пудровым и что мне здесь понравилось в этом аромате какая здесь нежная немножечко даже не запудрена а подпудрена и вот легкая такая пудриночка есть у фиалочки и композиция настолько сбалансировано сделано то есть ну красиво сделано не к ничего не выпирает не нету вот этого изменения что начало и такое свеженькая классика потом это все это может запудриться бабушкину пудру либо еще куда-то уйти аромат чудесный я честно скажу у меня мнение двоякая то есть я как бы хочу флакон именно вот этого аромата да но самое интересное когда его нашу нашу вкушаю я хочу флакон но только его отставила в сторону какого-то такого желания купить флакон сразу у меня исчезает нахожу этот пробник наношу ой классный все нужен флакон через какое-то время нет уже не хочу и аромат вот необычный то есть если как я сказала джульетта это что-то такое свежемолекулярное то здесь не совсем она свежая здесь свежинка но с краплением чего-то я не могу вычлить чего но когда я глянула на пирамиду увидела вот эту смолу я думаю что вот это смола дает вот этой свежиночки некую пикантность то есть получается свежий аромат но скраплениях вот этих древесных смолистых ноток но вот эта смолистость не ярко она не такая как например бальзамичных ароматах теплых слышится прям как разгоряченная смола а вот здесь вот эта смола ну какие-то в кубике льда что-то так какая-то такая ассоциация но при этом аромат очень интересный действительно стойкий шлейфовый неординарный и еще раз повторюсь по настроению это джульетта ноты парфюм но если их сравнивать они разные вот этот мне нравится больше на данный момент джульетта была моим фаворитом энное количество лет назад сейчас как-то она мне уже поднадоела есть уже другие фавориты но вот это пудровость вот эта сладиночка цветочность и вот эта смола дает такую классную пикантность этому аромату что просто чудеснейший аромат и здесь для меня самая носибельная самая красивая ну вернее не самая одна из самых красивых фиалок мускус здесь есть также но мускус здесь очень приятный здесь скорее мускус дается за эту знаете ноту чистоты но не чистоты порошка стирального да или кто-то с чистота с кондиционером для белья ассоциируется с мылом нет здесь мускус от просто чистый аромат аромат чистого тела все никаких других ассоциаций у меня нет очень понравился девчонки вообще планирую продолжить знакомство с маркой химики and craft достойная вещь но эти ароматы я так понимаю относится к какому-то нишевому сегменту поскольку ну не во всех магазинах они есть во-первых во вторых цена ну не самая дешевая и вот как-то я обзора практически на эту марку не говоря уже об этом аромате я ничего не нашла но достойная вещь обратите внимание так следующий аромат девчонки и мальчишки это magnificent gold от ив сен лоран у меня вот такая малю кусечка это фирменный пробник по-моему здесь то ли 3 то ли там 2 миллилитра в общем очень мало но мне этого пробника хватит на очень долго почему я сейчас расскажу вот этот аромат представлен как унисекс для мужчин и женщин это я так понимаю бутиковая линейка там есть еще аромат блуза очень хотела блузу попробовать но как-то по отзывам решилась на magnificent гол но блузу еще хочу попробовать если получится мне этот пробник как-то присоединить к заказу может быть возьмут этот аромат принадлежит группе восточной соглашусь полностью выпущен в семнадцатом году по нотам вы видите что здесь так сказать во главе шафран розовый перец но есть также ваниль сандал белый ут мускус и аромат посмотрите какой темный это говорит о том что аромат очень серьезный и вот не могу с этим не согласиться и мне он понравился покупать флакон не буду почему потому что он настолько стойкий шлейфовый диффузный и слышимой что мне достаточно вот этой пимпочкой да вот эта вот штучка я ее вынимаю буквально пару нанесений на шею все мне достаточно больше мне ничего не надо сравнивают его с разными ароматами но те ароматы я не тестила единственное скажу может быть вы эти ароматы тестили пишут что он очень схож он в духе вавилон пенхаллиганс в духе двойной ванили в духе они от не шаная нос они не совсем соглашусь да вот направление как бы одно но они звучат совершенность совершенно по-разному что мне понравилось что мне понравилось шафран я здесь слышу шафран здесь очень яркий очень такой солидный но красивый здесь есть дымность причем дымность деревяшек не костра а вот именно как будто бы в камине горит какое-то дорогое дерево то есть это не просто там каких-то веток палок набросали и что-то там горит а вот какое-то дорогое дерево горит камине на мой нос аромат очень яркий действительно унисекс но женщины не должны обходить его стороной потому что он красавец я думаю на мужчине он раскроется более брутально на женщины это такой красивый пусть и серьезный но в то же время мягкий такой благородный смоленисто дымный шафранный аромат очень многие отзывы кстати сравнивать с белужьей кожей я тут аромат как-то планировала потестить но как-то не получилось и до сих пор как-то не получается но такой ванили сладости пудровости я например не слышу этот аромат знаете чем интересен что он вроде бы как и сухой такой какой-то но в то же время он какой-то пушисто маслянистый то есть иногда как-то мне кажется что он пахнет вот как сухое дерево дали сгоревшие дерева иногда не кажется женка мягкий пушистый и шафран играет здесь одну из главных ролей не последнюю роль отдали уду но вот здесь не медицинский запах то здесь нет вот этой медицины или стоматологического кабинета как любят сравнивать а вот здесь больше всего для меня шафрана и дымных деревяшек но дымность этих деревяшек очень очень красивая манящая привлекательная завлекательная как хотите называйте но этот аромат привлекает я когда его наношу я его еще так не носила в люди как-то немножко боюсь но когда наношу на запястье у меня нос тянется к этому запястью стойкость умопомрачительная шлейф хороший диффузность неплохая то есть не скажу что километровая вот сипасионы там до километровая здесь средненькая но это может быть и хорошо вот это дымность может быть даже дымная ваниль поскольку аромат не сладкий но вот некая дымная ваниль здесь присутствует у меня есть ароматы с ванилью и вот это дымная ваниль здесь присутствует я так сравнивала да есть этот момент чудеснейший аромат вот он какой-то и дымно-ванильный и горьковатый и сухой и маслянистый и горящие деревяшки здесь есть и шафран есть чудесные я не знаю вот я очень рада что меня есть эта миниатюра мне больше не надо честно скажу мне мне ее хватит надолго потому что вот наношу полу намазом даже не намазом чудесная вещь обратите внимание если вы ищете что-то интересное достойное мне кажется вот эта линейка вся неплохая и надо будет затестить еще остальные ароматы дальше поговорим о двух отливантах один не уже половины нет как вы видите да это говорит о том что я активно им пользуюсь это какао in the sun мейзан таите такой есть бренд как оказывается я о нем не знала пока не увидела что девчонки распевают предлагают те или иные ароматы этот бренд пользуется сейчас популярностью я так понимаю он либо новый либо только стали его раскручивать вот этот аромат в частности выпущен двадцать втором году он также представлен как унисекс принадлежит группе восточной гурманские соглашусь полностью и вот этот аромат меня привлек тем что аромат очень носибельные в плане как я говорю диффузности шлейфовости сколько по его не нанесли ничего плохого не случится никто не будет фукат все будет только говорить боже какая прелесть что за парфюм что за аромат по нота вы видите много всего кажется это должно быть что-то такое фруктово-ягодная шоколадно-сладкая прям убойная но нет аромат очень мягкий очень женственный я уже поглядываю на другие ароматы этого дома мне очень хочется их потестить попробовать если получится то конечно же я это сделаю я даже как-то хотела без теста взять один флакон там аромат по моему ванили но думаю нет надо потестить а потом будет видно о чем этот аромат аромат как я сказала не супер яркий то есть это не мансера не манталь не тициана терренси то есть что вы один пшик и все все это будет слышаться здесь действительно есть цветы и да есть фрукты есть вот эти ягодки клубничка здесь есть шоколад я если честно брала из-за вот этой ноты шоколада чего-то такого но не скажу что здесь нота шоколада прям яркая такая есть парфюмы например там с горькой нотой шоколада с какой-то горчинкой здесь это все сладко сливочно-фруктово нет вот этой горечи шоколада нет сравнивают также со многими ароматами из по карабан пью xs с опиумом я имею виду вот этим black опиум классический до либо black опиум интенс либо black опиум классический здесь вычленить какую-то ноту отдельно я не могу но вот для меня это какая-то миндальная может быть даже лактонная сладость но не приторная вот что мне понравилось аромат тихий вроде бы но я его слышу целый день с утра до вечера он у меня держится на мне держится но как я сказала вычленить отдельно но ты там смородины тоже клубники еще чего-то нет аромат вот такая легкая интересная гурманика но несъедобная то есть есть мне его не хочется вообще но я понимаю что что-то такое оля гурманское здесь есть я люблю такие ароматы гурманские где не хочется там съесть этот аромат вот как какой-то пирог или курд лимоны или там сладкая вата нет а вот когда это гурманика намеком очень очень классно мне понравился отзывы на этот аромат очень разные когда я читаю отзывы они настолько кардинально разные что что как бы и непонятно о чем же сам аромат одни пишут одно кто-то пишет совсем другое поэтому вот этот аромат но я думаю ароматы вообще этой марки следует наверное так тщательно тестить то есть слепую покупать как бы не нужно да я ожидала например что он будет более интенсивный я думала он будет более сладкий я думал вот это какао какое-то будет яркое при яркое но получилось все немножечко не так но это мне даже больше понравилось честно скажу чудеснейший аромат на холода я думаю даже на теплое время года он подойдет он не будет души на жару не знаю может даже на жару будет хорош вот это вот минималистичность в звучании мне очень привлекла и эту марку хочу дальше продолжать изучать и еще один отливантик на сегодня это арансия роса лаборатория ольфать его данный аромат выпущен двадцать в ром году то есть новенький он также унисекс и принадлежит группе цитрусовые вот тут я соглашусь кстати парфюмер жан-клод элена ну может быть вы фанат этого парфюмера поэтому обратите внимание но здесь очень мало только красный апельсин маракуйя цветок апельсина белый мускус и этот аромат вы знаете из категории как бы и нравится и хочу но покупать не буду потому что что-то меня отталкивает а что меня отталкивает я сейчас расскажу меня отталкивает кислота вот когда я его вот так вот тестирую из флакончика или наношу вот сразу первый раз я думаю что марку и и цитрусы сплелись таком тандеме что на мне начале или и стаконы я слышу просто кислый при кислый запах вот у меня есть аромат где есть ревень он очень кислый начале но потом он меняется здесь вот эту кислоту слышу просто ужасно я не люблю такие ароматы вроде бы как интересно но не совсем моё но вот самое интересное что когда уже аромат усаживается он становится менее противным для меня но шлейф у него красивый вот вся загадка этого аромата в том что когда я его наношу и вот пройдусь где-то все спрашивают ой а что такое красивое такое интересное классное я говорю да вот такой вот аромат и а что вы слышите и мне говорят ну вот кто-то цитрусы кто-то какие-то цветы кто-то что-то такое цветочно цитрусовая в смеси да но вот близко от все равно вот эта кислота меня преследует потом конечно она немножечко немножечко уходит но все равно нам не преследует аромат однозначно летний весенний аромат каждодневный я думаю для любителей вот таких кислых ароматов в цитрусы вот маракуйя следует обратить внимание а возможно на вас он раскрывается совсем иначе кто любит аромат вот как вот могу сказать свежеразрезанного красного апельсина до красный апельсин и обычный апельсин или мандарин немножечко по-разному пахнут вот обратите внимание мне этот аромат не особо нравится из-за вот этого красного апельсина как-то он как искала кислит неприятно для меня хотя иногда в некоторых ароматах кислинка меня привлекает она делает аромат и таким приторным более свежим более интересным а вот здесь как-то не моё хотя я знаю очень много поклонников у этого аромата я знаю девчонки гоняются за флаконами и покупают себе флаконы в коллекцию очень им нравится я единственное хочу подождать может быть весной летом он как-то иначе раскроется может это кислота как-то на жаре уйдет поменяется может быть из-за холода вот эта кислиночка остается никак аромат не раскрывается на мне но еще раз повторюсь шлейф классный вот что мне нравится если вы пройдете я даже пробовала наносила на блотер делаю такой длинный блотер нанесла на блотер и вот где-то вдалеке эти блотером машу вкушаю аромат ну класснючий шлейф ну такой просто отличный а вот близко вот не могу я его терпеть и все вот хоть что хочешь что и делай поэтому для любителей красного апельсина маракуйя пожалуйста обратите внимание чудеснейшая вещь но тестите может быть вам вот эта кислиночка также будет не совсем приятно и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео у меня сегодня получилось о моих пяти пробничках отливантах ароматы все чудесные все ароматы рекомендую мне они все понравились если бы как говорится флакон подарили любого из них я бы с удовольствием этот подарок приняла но что касается покупки то хочу пока что только си пассионы вот почему-то он меня тронул но еще посматриваю на вот этот какао in the sun также мне заинтересовал но я хочу попробовать еще другие ароматы этой марки говорят там есть намного более интересные экземпляры может быть вы знакомы напишите что-то такое интересненькое еще есть и вот уже когда определюсь может быть какой-то флакон из этой марки куплю и вот новенькая марка химике and craft и вообще как-то не была с ней знакома также меня немножечко удивило поразило ну все на этом буду закругляться поэтому если вам видео понравилось ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на канал иконочка вот где-то здесь но при этом не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео напоминаю подписка колокольчик лайк комментарий к этому видео ну и также возможно вы еще что-то посоветуете в частности меня интересуют марки химике and craft и мизон таита если правильно прочитала и также все остальные марки представлены видео также можете писать своих фаворитов ароматы которые вам нравится ну а на сегодня уже будут закругляться поэтому всем пока пока и до скорых встреч